Продолжаем отрабатывать упражнение и делаем скручивание зашагиванием с застой. Собоюдная заплата, опять же собоюдная, это достаточно удобная позиция. Что мы делаем? Мы используем зашагивание. Зашагивание это не подножка. Зашагивание это когда мы делаем шаг ногой вперед, при этом ведро упирается в ведро оппоненту и делаем скручивание через ногу, выводя соперника из равновесия. За счет того, что мы не даем оппоненту сделать шаг, мы выводим его из равновесия. Еще раз, позиция. Шаг и скручивание. Обычное упражнение делается в ту сторону, какая рука находится внутри захвата. Если у вас левая рука находится внутри захвата, то вам левая нога будет делать зашагивание. И левая рука будет вам помогать скручиванию поля. Если у вас правая рука, меняя позицию, находится в захвате, то правой ногой зашаги и скручиваете оппоненту через ногу. Следующее упражнение, которое мы сделаем, мы возьмем и отработаем две скрутки в одном упражнении. У нас с обоюдного захвата. Одна внутри, другая снаружи. Мы делаем обычное скручивание, делаем зашагивание в сторону, скручивание, имитируем удар колен. После чего делаем сразу зашагивание и скручиваем оппонент. Вводим его из равновесия. Все то же самое сделаем с другой стороны. Начинаем с простого скручивания, зашагивание, скручивание, удар колен. Зашагивание. Заново. И скручивание. Угоним соперника в равновесии, роняем. Следующее наше упражнение. С обоюдного захвата мы снимаем руку с захвата. Освобождаемся от захвата. И опять же скручиваем оппонента. Имитируем удар колен. Поменяемся местами. Чтобы было удобнее. Обоюдный захват. Первое. По обоюдным захватам мы в основном используем захват рука на руку. Также мы можем правой рукой, если у нас левая захвата, нагружать руку оппоненту. Нагружать ее, за счет того, что мы ее кладем в свою руку и постоянно давим. Рука имеет свой свойство мышцы и устает. И также мы ее можем использовать как дополнительный рычаг. Сейчас в упражнении мы делаем съем руки, которая захватила оппоненту. Мы перебираем. Снимаем руку с захвата. Освобождаемся. Отсюда делаем движение вниз. Оппонент автоматически начинает делать руку вверх. Делаем зашагивание, скручивание. И имитируем свой удар колен. Еще раз. Поменяемся местами. Мы делаем первое, нагружаем руку. Второе. Снимаем руку. Чуть-чуть делаем движение вниз. Оппонент начинает тянуть. Мы сразу делаем скручивание, шаг. Выводим соперника равновесия. И добавляем удар колен. Все то же самое сделаем с другого захвата. Правое внутри. Левое снаружи. Вот наша рука. Мы чуть-чуть нагрузили руку оппонента. Перебираем. Снимаем руку. Чуть-чуть нагружаем. Делаем шаг с торговым скручиванием. И имитируем удар колен. Еще раз. То же самое. Нагрузили чуть-чуть ручку. Сняли. Сделали шаг с торговым скручиванием. И показали удар колен. Продолжаем отрабатывать работу в клинче. Захватом. И что мы сделаем? Пускай будет простое упражнение. Мы берем обоимный захват. Отрабатываем простой захват. Перебираем руку. Берем оппонента двумя ручками за голову. Чтобы голова рычаг. Отсюда начинаем скручивание. Делаем шаг с торговым. Скручиваем оппонент. Имитируем удар коленом. Раз. Делаем шаг в другую сторону. Скручиваем. Имитируем удар коленом. Два. После чего оппонент начинает перебирать руками. Раз. Заводит ручку. Два. Начинает делать скручивание. Шаг в сторону. Скручиваем. Ударил коленом. Раз. В другую сторону. Шаг в сторону. Скручиваем. Ударил коленом. Раз. И по новой. Перебираем. Берем захват. И отрабатываем тоже самое. Две скрутки, удар колен в одну сторону и в другую. Следующее, что мы сделаем, это защитное действие от пропущенного внутреннего захвата. Наша задача с обоюдного захвата. Оппонент перебирает, берет вас за голодными руками, берет внутренний захват. То есть, скорее всего, сейчас он будет либо просто бить колени, потому что удобно, либо будет скручиваться. Наша задача не доводить до того, что будут вас бить колени, либо скручивать, а начать отжимать голову оппоненту. Запускаем руку на отжимание в лицо оппоненту, добавляем вторую, поэтому выпрямляемся в спине. Корпус чуть оттягивая и выпрямляя руки, ставим оппонента в неудобное положение. С этого положения перебираем одной рукой раз, добавляем вторую ручку. Можно показать удар колен в бедро, либо в корпус, после чего отрабатывает оппонент защиту. Начинает отжимать голову одной рукой, вторую выпрямляется, перебирает и имитирует удар колен. И по-новому отжимание раз, два, рука на руку, корпус назад, перебираем раз, два, берем позицию, имитируем удар коленом. И по-новому отрабатываем упражнение отжимания головы. Следующая наша отработка, это отжимание той же головы, мы ставим оппонента в неудобное положение, но уже с обоюдного захвата, с небольшим смещением в сторону. Упражнение больше подходит для более высоких бойцов, у которых есть небольшое преимущество в росте, которые делают отжимания через руку. Опять за счет длины рук. Обоюдный захват. В обоюдном захвате рабочая рука та, которая находится внутри. Другая наносит такой характер уже более второстепенный. И вот как раз с этого захвата, с обоюдного оппонента, правой рукой, начинает делать отжимания с небольшим смещением вправо. Отжимаем голову и имитируем удар колен, ставя меня, оппонента, в неудобное положение. Отжимания делается через руку. Еще раз. Вправо уходим. Отжимаем голову и имитируем удар коленом в корпус. То же самое мы отработаем с другого захвата, где у нас правая рука внутри. Левую руку отжимаем, левой ногой делаем шаг в сторону. И имитируем удар колен. Еще раз. Левую руку отжимаем голову. Смещаемся в состоянии атаки и наносим удар коленом. Продолжаем отрабатывать клинч. Следующее упражнение у нас будет уход за спину через съем руки оппонента. Смещаемся, естественно, ударом коленями. И можно вывести соперника, если его ранить. Обоюдный захват у нас отработан. Мы находим руку оппонента, которого захватят. Немножко ее приподнимаем. При этом подсаживаешься на ногах, делаем за шагами за спину. Голову прижимаем к лопатке. Руки в замке. Имитируем удар колен и через скучивание роняем оппонента на ногах. Еще раз отрабатываем упражнение. Та рука, которая в захвате, на нее работаем. Чуть-чуть приподнимаем руку вверх. Сами подсаживаемся и делаем за шагами за спину. Голова сразу прижимается к лопатке. Руки на замке. Имитируем удар коленом в живот. И скручиваем оппонента. Отрабатываем сразу защитное действие. Оппонент захвата. И поднимаем руку. Делаем за шаги, не уходит за спину. Развернемся. С этого положения, чтобы вас не били коленями и не скручивали, ваша задача вынести колено, положить ее на бедра двух ног. Делаешь? Да? При этом опорная нога прямая. Мы блокируем ноги оппонента. Немножко его оттягиваем, получается, от себя. При этом меняем позицию в захвате. Руку перебрасываем обратно. Да? Можно взять захват внутренний, например. Да? Отсюда поменять положение, встать на ногу. Да? И имитирует удары коленями, работать дальше. Угу. Сделаем то же самое. Оппонент. Приподнимая руку, уходит за спину. Уходит за спину. Наша задача. Вынести голень. Кладем ее на корпусах, по ним. Блокируем ноги. Отсюда выходим в захват. Можно показать удары коленями и так далее. Главное. Это заблокировать действие, чтобы вас не били. Плюс джать равновесие за счет того, что мы упираемся голенью в соперник. Еще раз. Зашагивание. Ход за спину. Казалось, что неудобная позиция. Оппонент закрыл замок. Прижимает к себе. Задача. Поднять голень. Вытащить бедро вперед. Руку вернуть на голову, на шею оппонента. За счет этого мы блокируем действие оппонента. Это самое главное в этом упражнении. Продолжение следует.